Добрый день всем! Привет с Харькова! Сегодня у нас 24 января и хотелось записать коротенькое видео об обстановке в Харькове. У нас уже несколько дней идут серьезные так сказать обстрелы, бомбежки это не обстрелы, бомбежки. Много домов разрушено, есть погибшие и дети и взрослые и старики. Очень много мирного населения, которые потеряли свои квартиры, остались без жилья, раненые и есть погибшие. Очень-очень печально. Это я записываю видео тем, которые беспокоятся, спрашивают как вы. Ну как сказать, держимся, но честно говоря с каждым днем все тяжелее морально и тяжелее. Потому что стреляются вообще непонятно где по каким районам и по каким куда целятся. Вообще непонятно. Просто тупо жилые дома. Люди обычные. И даже если кто-то там говорил у вас там что-то стоит или какие-то военные или какие-то установки. Ничего нет. Вот рядом у нас попало. Я там хожу практически каждый день. Если бы что-то было, я бы видела. Ничего нет. Обычные мирные кварталы. Много, конечно, вот тоже записываю видео. Магазины. В магазинах людей мало. Где люди, людей мало. Еще в декабре, в январе начали некоторых была очередная. Очередная очередная ну как сказать, паника или как? Говорит, уезжайте, уезжайте. Будет что-то страшное. Ну, куда уезжать? Мы живем в себя дома. И все-таки надеемся на лучшее. Некуда ехать. Очень неприятно жить в чужом месте. Спать в чужой кровати. Ну, не знаю. Тем более, это не на два дня, не на неделю. А вы видите, уже скоро два года. Поэтому мы остаемся. И надеемся, что все будет нормально. Насколько это возможно. Многие, конечно, покидают, уезжают. Если есть куда уезжать, есть за что уезжать. Потому что без денег ты никому нигде не нужен. А с нашими пенсиями далеко не уедешь. Если мы живем в своей квартире, сгорем пополам, платим за квартиру, как-то кушаем то на чужбине. Кто-то знает как. Ну, как-то так. И еще свои стены. По-моему, поддерживает. Ну, это как для меня. Много погибших. Вот у меня знакомые. Мы вместе работаем. Вчера утром было обстрелы. И ее подружка шла на работу утром в 7 часов. И ее убило. Вот такие печальные, конечно, новости. Печальные дела. Я не жалуюсь. Я не плачу. Я никого не... Просто вот говорю, что у нас, у нас на данный этап, все нормально. Насколько это может быть. Держимся. Держимся. И еще хочется сказать, что если просто сидеть дома и дрожать, то, наверное, было бы еще хуже. Ну, мы стараемся быть полезными. В данный момент быть полезными окружающим. Сейчас немножечко иду домой. Провела знакомую. И решила вам немножко записать это видео. просто, чтобы сказать, что мы живы. Так, переходим. Это дом, который у нас родом. Кто остался, тот живет и пытается выжить. Но, повторяю, многие все-таки уезжают. Все равно людей в городе гораздо больше, чем было в начале военной. Потому что, я так думаю, что многие побывали там, где нет войны. И все-таки возвращаются домой. Если этот дом остался. Есть куда возвращаться. Вот тут еще разбираю тоже. Это был прилет 2 января. После 2 января еще была куча прилетов. Центр. Центр там тоже закошмаренный. Вот и смотрю, такие дома красивые. Мы ходили, любовались. Они разбитые. Ничего сказать. Жесть. На этом хочу с вами попрощаться. Мои дорогие. Всем хочу пожелать. Мира. Мира. Здоровья. Конечно же. Мирного неба. Пусть у нас головой ничего не летает. И ничего оттуда не сыпать. Всем пока-пока. Привет, красота. Привет. Да, какая ты красавица. Кушистенькая. Вот такая ты, красавица. Да. Вот такая ты пушистенькая. Красивая. Нет. Да. Все. Пока-пока.